ПЕСНЯ ПЕСНЯ Еще несколько слов о личности Морозова и Миронова. Вы встретились с этими двумя людьми. Это ключевое событие, если хотите, для последующего развития казачьей песни. Да, пожалуй. Я попал вовремя, в нужное место, в нужное время на Дон, Хаперский округ войска Донского, нижнее течение Хапра. И это все было 60-е годы. И вот Станицу Червленую, Чечен-Ингушской АССР. Это в падении Сунджи в Терек. Действительно, ансамбль Покровского начинался тоже. С Беллиной «О соколе корабле» Пеллия Муромес на «О соколе корабле». Одна из трех песен Покровского была. Песеной Станицы Червленой, вот этой местной традиции. Ну, такой образ складывается действительно как первоисточника, первоисточника для многих и для многого. Вот, потому что это переселенцы, это же Кавказ, все-таки. И казаки хоть и давно там жили, но туда пришли. Вот и откуда они пришли. И когда я там был, значит, два, две волны в основном. Это русская и украинская. Вот, и они там сами говорят, ботики православные. Наверное, православные это русские, а ботики какие-то, что-то там переначено в этом слове. Вот, это, значит, украинцы. И рядом там уже начинаются станицы, в частности, наурская. Это уже явно выраженная украинская традиция. Наурская вот Миронов, да, или Морозов? Нет. Или Червленов? Червленов – это Миронов и Морозов. Они больше как русские. Да. И вот от Гребня до Моря Хвалынского я все это говорю по их словам. Может быть, исторические или какие-то источники более точно скажут, что, когда, какие там были переначены. Ну, я смотрел, какие источники. Все они хотят что-то переусложнять, что-то выискать, кто там еще появлялся. Вот и так далее. А для меня такая схема была, что вот Червленов – это как бы самая верхняя станица по тереку русских. То есть Шелковской район. Червлены, там Гребенская, Шелковская, там Старогладковская, вот такие названия. Курдюковская, Дубовская, вот. И вплоть до Кизляра. Вот. И дальше еще там уже тоже видно, что другие какие-то переселенцы. А они что-то рассказывали свои два слова на Миронах и Мородовах? Нет? Я был очень молодой тогда. Вот. И было мне, наверное, сколько, 22 года. И я был музыкант, музыковед консерватории. И мне была интересна музыка. Вот что я попал, значит, как собиратель, как первооткрыватель. Вот. Никто там для меня как бы не был, во всяком случае, был там, оказывается, но филолог. Борис Николаевич Путилов, впоследствии профессор, там, доктор. Он тоже песни записывал? Он оттуда где-то родом даже. Вот. Из этих мест. И он записывал тексты. Это был 40-й год. Он уже опубликовал в 1946 году песни Гребенских казаков. И удалось нам эту книгу как-то достать. По-моему, в какой-то библиотеке просто стянуть ее. А там некоторых средних страниц не было. Вот. И я, конечно, пользовался как репертуарным списком. Но вот эти протяжные песни, он там писал е-е-е-е-е-е, и там 10 этих е. Вот. Видно было тоже, что он столкнулся с этими распевыми протяжными, совершенно потрясающими, необычными. Потому что это же люди устной традиции. Было сложно представить себе, как они осознают то, что поют. Это потом уже я понял, что они как бы и не осознают. И не надо им осознавать. Они просто передают то, что к ним пришло от родителей. А кто учил вам данную лодку на червеную и на узкую? Кто же это первым сказал? Там был институт русский, кафедра при университете, которая потом была разгромлена во время войны. И ректора там ввели. Ну, в общем, все. Это где, в каком городе? Это в Грозном. А, в Грозном. Да. Вы сначала направились туда? Конечно. Я приехал в Грозный. А от консерватории? Из консерватории московской. А, слушайте, а в консерватории вы как говорили, куда вы поедете? Может, было куда вы поедете? Да. У нас там было мало народа в кабинете народной музыки. И зимой особенно никто не рвался. Особенно мужчин-то было совсем мало. Ну, а студенты должны были по плану ездить. Вот. А я был очень такой активный. И романтику у меня тянуло. Романтики. Романтику. И я все эти годы учебы в консерватории и работы в кабинете народной музыки одну экспедицию ездил в зимние каникулы студенческие. Две недели где-то. И две экспедиции в течение лета. Вот. Ну, летом иногда ездил и на север, и на Дон. Вот. А зимой, значит, посмотрел, ну что, снега нет. Плюс-минус два. Значит, подмораживает. Там очень плодородная почва, поэтому грязь, конечно. Но она... Почему именно в Грозное? Вот туда. А не на Дон еще раз. Потому что на Дон я летом ездил. Я на Дон тоже ездил зимой. Ну, хочется что-то казачье посмотреть. Я даже собирался... Собирался ехать к Семереченским казакам куда-то туда. В Казахстан. Но совсем непонятно было куда и чего. Вот. Потом собирался к Оренбургским, к Яицким казакам. То есть это было довольно... Ну, случайно, если хотите, да? Да. Вот. Поговорились. Там... В каком-то... В 1945, что ли? В 1945 году приезжали три или четыре человека в Московском консердере. Они записывались. Эти записи есть. То ли на целлулоидных дисках, даже не на вариках. В общем, еле-еле. Ну, уже было все-таки ясно, что это интересно. То есть все-таки была вот зацепка. Да. И там еще был... Ездил один собиратель. Вдруг выскочил из лавы. Фамилия. Ну, задолго для вас. Да. Где-нибудь в 50-е годы, по-моему, был. Вот. Но... Я помню, смотрел архивы. Но он был не в этих местах. Он был где-то тоже у казаков, но немножко в другом месте. Вот вы приехали в Грозный. Я сейчас понимаю, что надо бы это восстановить и посмотреть, что он там записывал. Вот. Я приехал в Грозный, пошел в институт, в это, в университет. На эту кафедру. Там была, по-моему, Чеботарева ее фамилия была. Вот. А она ездила со студентами туда. Материалы... Вот я не помню, смотрел я материалы или нет. Я каким-то там часом был. Ну, или там коротко, потому что мы же спешили. Время мало. Вы были один или... Нет. У меня была группа студентов. По-моему, было два студента. Так, в этот раз. Потому что я же не один раз ездил. Вот. И... Да, композиторы. Вот. Вот она нам подсказала, ездить в червленый. Да, поезжайте в червленый. То есть она Морозного не узнала? Она не говорила ни про Морозного, ни про Мироного. Она просто сказала, что поезжайте... Может быть, говорила. Но для меня это все было непонятно. Вот. Потому что, когда я туда приехал, обычно как мы приезжаем, идем к заведующим клубом. Она говорит, вот у нас такие-то поют, а такие не поют. Вот. Потом стоит одного зацепиться за кого-то, у него спрашиваешь еще. Дают более точные наводки им. А потом мы сами уже отбираем. Потому что завклубом не всегда разбирается в этом. Вот. И я попал сначала в группу родственников каких-то, которые лет на 20, на 30 моложе. Вот. Они там сидели как раз вместе. И мы уже записали несколько песен. Вот. Песен таких простых. Вот. Более поздних, чем у Мирона Морозова записали. И такого хорового плана. Ну, тоже по сравнению с Доном совершенно простеньких. Вот. Во многоголосие. Там двухголосие было. Вот. Они говорят, вот, хорошо, спасибо. А вот у нас там наши старички сидят. 75-летние они были. Вот. Вот. Вы пройдите к ним, познакомьтесь. Может, они тоже с вам что-то спают. Вот. Это было уже на скотном дворе. Где-то там. На заваленке. Какие-то лежали доски. Лежали спиленные деревья. Такие небольшие. Там, как. Кавказские. Вот видно. Приготовленные для топки. Вот. И они просто там. Или на скамеечке они там сидели. Вот. И, значит, это была очень хорошая такая солнечная погода. Когда вот градуса два-три мороза. Вот. Грязи вроде нету. Но и снега тоже нету. Вот. И листьев на деревьях тоже нет. Всюду там был чехирь. Вот эти баночки с... Именно полуветровые баночки с вином виноградным. И нас всюду там нам угощали. И на каждом перекрестке стояли какие-то бочки. В которых это все продавалось. Палаточки какие-то самодельные. Сейчас я вспоминаю. Ну вот. Но это опасный такой напиток, с которым ноги не ходят. Вот. Но мы не увлекались. Вот. Но стали выспрашивать их что-то, что мы спели. И первое, что они нам запели, это как раз, блин, о соколе корабле. Ну, я тут же, а тут же встал в охотничью стойку. Вот. Во-первых, песни от начала до конца мы писали. Во-вторых, я так осторожно, осторожно себя вел, чтобы не спугнуть. Чтобы они не... Вспомнили все. В общем, так деликатно очень вел. Помню, у меня был магнитофон такой. Орбита. Железный такой, тяжелый. Маленькие катушки такие. Леночки. Вот. И там нужно жестко нажимать на кнопку, чтобы он заработал. Вот. Но в результате записи получились неплохие. Магнитофон новый был совсем. Я его как-то не помню, кто мне подарил. Или я как-то его приобрел, накопил денег. То есть даже свой собственный был магнитофон. Вот. И даже удалось мне, слава богу, какой-то раз комментарий записать. Вот. И что они сказали, что они двоюродные братья. И что они, значит, пели это там в каком-то начале, значит, 17 лет или с каким-то 18 лет вместе. Они поют. Они приблизительно до одного года рождения. Я потом уже позабыл, что они братья двоюродные, что они родственники. Вот. Ну, у них вид такой, немножечко, видно, кровь какая-то кавказская там присутствует. Ну, там вообще на одной стороне чеченцы реки, а на другой стороне казаки. Они, у них паритет все время был. Они знали, кто будет атаманом, кто сильный, кто ловкий, кто хитрый. Вот. Если кто-то своровал скот, значит, тогда они своровали. Ну, и так далее, в общем. Знали. Ну, и какое-то уважение было. Какие-то у них там обряды были дружеские такие. И тогда была тише, гладь, и Божья благодать ничего не предвещало, никаких, значит, распри. Вот. Ну, вот. Да. Теперь шире. Значит, вот Покровский, значит, взял. Почему привлекало это многих? Потому что, ну, такая, как бы было... Вот Дон достаточно сложен все-таки. Достаточно сложен. Там в основе, хоть и дисконт и бас, но бас разветвляется. Все это вальируется. Все это сложно распивается. И по вертикали, и по горизонтали. И книжку, которую я тебе показал только что. 600 страниц посвящено одной песне. Вот. А Гребинские, Терские полегче чуть-таки? А Терские, да. Они более древние. А они, у них, на самом деле, истоки теряются в тумане. Но первый вот взгляд такой, или взгляд исследователей, взгляд гипотетический, вот гипотеза такая, что все-таки они переселились откуда-то из средней полосы России, скорее верхняя Волга, Владимирско-Суздальская земля, ну и Московская здесь же как бы вместе. И какие-то совсем уже остатки во Владимирской области вот этой былины были записаны. Ну, совсем уже не линия, а многоточие какой-то. Но там был тоже не по морю, и тоже корабль. Поэтому весьма привлекательно выглядит версия, что мы столкнулись с нашей же культурой, московской или там Владимирской, Суздальской, которая существовала и которая сейчас уже не сохранилась. На окраинах легче, да, 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 я вот так сравнился с яблоком, иногда яблоко выглядит здоровым, а потом его разрежешь, оно внутри уже все коричневое, да, а кожица еще хорошая. Вот где-то так вот получилось, и поэтому они генетически, что ли, очень близки русскому человеку. Это совсем не Кавказ, хотя кавказские влияния есть, но потом появляется, получается, что и у нас много такого кавказского, немного, но встречается, и не чуждна вообще кавказская, кавказскость. Вот. Лизгинку мы любим, частушки, до свидания, до свидания, до свидания, почему-то, но мы и Украину любим, почему-то нам и близка и Украина, и Кавказ русским, и все это вместе. А потом вы ездили к ним еще, записывали? Да, 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 там было еще пару экспедиций. А потом они все-таки скоростью умрили, да? Нет, в 75-м году их записывал еще Козырев Александр Александрович. Он там родился, в какой-то станице, неподалеку. А вы им говорили, что мы ваши песни взяли за основу и поем там, там, нет? Нет, я как бы много записал от них, и потом послал туда только еще студентов из следующей экспедиции. Там было так много песен и в других станицах, вот. Похожих? Похожих, конечно, но не совсем таких. Потому что у них вот этот дуэт, который складывался на протяжении десятилетий, и они пели там очень часто. Я не знаю в биографии, где они служили, там ничего. Вот. Но у них вот такая специфическая... Отличающаяся, да? Да, да. Но очень в основе своей русской. Мы с удовольствием, как родную культуру. А вот на Урска какие фамилии были, какие интересные там были встречи? На Урска. Более украинцы, как вы сказали, да? Влияние на Урска. В на Урске я сделал уже два описания объекта нематериального культурного наследия. Связаны с червленой песеной, протяжной песней червленой и протяжной песней на Урска, песенной культуры. Там все это написано. Когда записал и так далее. И фамилии. Я не могу сейчас вспомнить. Таких вот ярких все-таки не было, как Мороза, Мирона, да? Таких вот личностей, да? Все-таки... Тогда это не воспринималось как что-то экстра яркое. Вот, потому что у нас в фольклоре вообще нет таких, как... Это Пушкин, это Лермонтов, это там... Вот, у нас нет таких вершин. У нас плоскогорья. Вот, они все штучные, все интересные, все мудры. Надо скорее сравнивать с их соплеменниками и соседями. Вот, что я снимаю какой-то слой, такой квинтэссенцию культуры местной. Вот. Слой-то тонкий, вот, но он именно верхний слой. Сливки, можно сказать. Вот, и это в каждой станице. И про эти сливки знают все жители. Потому что они и на свадьбах играют, и на праздниках, в обрядовых каких-то ситуациях. Вот. И на улице поют. И... А звук ассоциируется с живым. Они самые живые, самые мудрые обычные люди. Вот. Ну, и самые, получается, старые люди, получается, старейшины. Ну, и семьи их всегда известны. Вот. И у них прозвища какие-то существуют свои. Но это я тогда еще не знал и не выспрашивал. И, например, прозвище Миронова Морозова не знаю. Вот, в станице Федосевской, там, мне говорили, там, Андрей Красноносый какой-нибудь. Ну, по-моему, там, какие-то еще прозвищи. Да. Вот. Значит, что еще можно сказать? Когда я пытался грубо так посчитать, сколько они песен знают и сколько могут петь, получалось, что они могут петь, не повторяясь, если песня от начала до конца идет, даже по моим записям, только по моим записям, я же не все записал, значит, двое суток могут петь, там, 48 часов у меня там где-то получалось. Вот, начни петь и... Хотя песня, конечно, там более многокуплетная, и одна песня могла минут 20. Да, 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 могла, да. Ну, 15-20 минут. То есть, 300-300 песен, так вот, примерно. Ну, у меня-то удалось записать там где-то, я подсчитывал всего 72, но, наверное, не только от них было, от них было где-то песен 45, там, 50. Вот, и у них вот это буголосие, оно замысловатое по мелодике, вот, а по варьированию не такое сложное, то есть повторяющееся, потому что нельзя все, чтобы было сложно. Какая-то одна сложность соседствует с упрощением, то есть, варьирование попроще, а мелодика и протяжность посложнее. Вот, и верхний голос у них был главным, верхний голос ведущий, а второй голос, как в Тор, была. Ну, конечно, голоса немножко наотреснутые, вот, и интонации там у них, ну, вот они не знают, но подстраивались, они пели в ладу. Ну, интересно, что если точно там все это вот выслушивать, то тогда получается, вот, для музыканта, понятно, вводный тон, да, он у них повышается, и получается как будто минор, гармонический минор. Вот, он должен быть натуральным, и потом, в большей части, натуральный. А если какие-то вот такие слухачи, которые хотят, значит, подчеркнуть, что они такое услышали, такое услышали у Миронова Морозова, значит, и будут точно-точно выполнять это, и вот это, их речевые шероховатости начинают копировать, и получается, что ты коверкаешь языковую основу этих песен. То есть, здесь все время требуется не реконструкция, но вот реставрация небольшая. То есть, не слепое копирование они к одному, да? Да, понять их законы, их мелодического развития и структурного, вот так. 18-й уже есть жители? 33 месяца, вот так вот. Ничего не рассказывать, никому же 30-й, там же 6-й. Ей можно, но она выглядит на 18-й. И в коем случае, может, 18-й ловит? Ну так и есть, на 30-й это хорошая цифра. Мне кажется, красивая. Красивая цифра, ее можно сказать. Потом все время говорит 33-33. На этом остановиться, больше ничего не хватит. Чарочка моя серебряная, на золотом блюдечке поставленная. Кому чару пить, кому здраво быть, ведь чару сделает. На здоровье, на здоровье Алексею вне. Он не вес, не трава, расстилается. Наши буйные головки приклоняются. За ее дела прогречим «Ура! Ура! Ура! Ура!» Скорь, пожалуйста, что для вас личная песня, чем она является? Ответить на этот вопрос легче бы ответить человеку, который чувствует песню как, не зная нот, чувствует ее как энергию. И мне пришлось, иногда осознанно, все-таки стратегически поставить себе цель, научиться петь не по нотам. Я до сих пор от этого не отвык. Мы поем, я знаю, что мы в фа-диезе поем, да. И кто-то должен один в ансамбле жертвовать с собой и понимать, как это все нотно выглядит. То есть, как выглядит внутренность. Все равно, что я, я не хочу сказать гинеколог, но во всяком случае, по отношению к человеку, я какой-то хирург. Я должен знать, где косточки, сколько косточек у песни существует. Поэтому она для меня с разных сторон интересна. Но вот я только что сегодня вдруг посмотрел свои записи. И в журнале «Знание и силы» за 15-й год, по-моему, номер 10, даже страница 71. Я потому что сегодня писал. Помню. Некоторое существует квантовое состояние в микротрубках, по которым течет кровь. Какой-то вот открыт, да. И когда человек умирает, это квантовая информация, это цитаты, квантовая информация, которая в них находится, не разрушается в этих микротрубках. Она не может быть уничтожена, а потому рассеивается по Вселенной. Там вот то, что говорится иногда, белый свет, выход из тела. Вот квантовая информация, неопределенное время существует в ней тело. Она и есть душа. И вот я здесь написал свой комментарий, что вот мы как бы вот эту энергию песни воспринимаем в момент пения и в момент, когда мы только что ее закончили. Поэтому, помню, у меня такие были установки и рекомендации, как мы только кончили песню петь мощную, то, что ты слышал. Громкую, многоголосную. И надо замолчать. И она здесь как бы остается. Вот особенно первые мгновения, несколько секунд. Она продолжает звучать. Это как бы в музыке мы говорим звучащие паузы. И вдруг понимаешь, что она имеет рождение и смерть. И она живая. И вот это живое в этой песне мы ощущаем. Я все время сюда перехожу. Что вот эта оболочка ее, мы ее схватываем, мы ее схватываем как энергию. У нас не хватает слов, чтобы описать вот эту звукомир, не музыку, звукомир. Вот. И поэтому для меня песня это как бы вот нечто живое, да еще открытое во многом, в течение многих лет, где-то 4 или 5 лет моей жизни. Ежедневно я был в каких-то деревнях и общался с кучей народа. У нас был темп, день деревни там и так далее. Как можно больше записать, как мы будем видеть. Вот эти сливки, квинтенсенции я снимал, впитывал. Там впитывается нечто, что от таинства нельзя объяснять словами, как ты эту мудрость впитываешь. Ты тоже не можешь сейчас сказать, что ты от родителей получил, да? Или словами это все равно не скажешь. Но некоторая мудрость, да? Ты смотрел их поведение, их речь, их советы слушал, их облик, да? Излучение, характер, эмоции. То же самое вот в песне я вот это впитывал. При этом еще анализирую как хирург, музыковед. Хирург-музыковед хороший, сейчас придумал. Вот. Но препарируем мы. В виде извращения я тебе показал книжку. Тоже гениально все. Наверное, он о чем-то думал, когда все это писал. Вот. И схема. Но другой такой же умный придет. Он напишет совсем непонятный и другой о том же произведении. Потому что человек тоже неисчерпаем. Вот. Как писатель может писать про какого-то замечательного первоисточника человека, да? Он увидит одно, а другое. Вот. И в песне она многогранна. Я считаю, что там какие тайны наблюдаются. Вот в этом звукомире наблюдается тайна, что мы вдруг понимаем, что мы общаемся на каком-то древнем языке, который возник до повествовательной речи, то есть словами это не описать. И повествовательная речь, наш язык, вот, он более поздний. А мы вдруг куда-то заглянули в какую-то глубину. Я сравниваю это с туннелем и с туманом. Вот мне вот эти два слова очень помогают. Что я заглянул в туннель, я в нем очутился. Стенки его вроде бы такие же, которые и в глубине. Но глубина мне неведома. Но она есть. Обычно, я говорю, песня гораздо древнее, чем мы думаем. А когда кто придумал песню? Она гораздо старше, чем мы можем себе представить. То есть она пришла к нам. Мы что-то подсочиняем немножечко все время. Но, в принципе, она становится. Ой, не стерплю, заплачу я. Ой, не стерплю, заплачу я. Почему все время человек на ваш взгляд перестал петь? Это же, согласитесь, тоже ключевое событие, в этот раздел. До сих пор все люди всегда пеют тысячелетиями. И вдруг, грубо говоря, лет 50 или 20 назад перестал, ну, в общем и целом, петь. Не только в России, а вообще по всему миру. Что произошло человеку? В чем пересталась вот эта энергия жить? Ну, во-первых, это да и да, и нет. Это вопрос, на который можно сказать. Можно ответить и да, и нет. Кто-то перестал, а кто-то не перестал. Да, но мы только как тенденция в обществе, в больших городах. А мне тогда ближе, вот то, что я уже говорил, но я повторю, что в культуре лучшее делается меньшинством для меньшинства. И самые интересные культуры, самые именно интересные, наверное, и важные, и, наверное, неуничтожимые все равно. Она меньшинством делается. Вот, и она очень, на самом деле, фольклор очень живучий. Вот, а если говорить о массе, ну, там можно говорить о мнимой, вот, могущество техники. Есть могущество техники, но убери электричество, и кто мы будем, да? Да, вот мы об этом не задумываемся. То есть, вот этот прогресс, якобы, да. Мы же все время, у нас какая гипотеза и линия. Тогда было мало, сейчас больше. И на чем погорел государство и коммунизм? На будущий год соберем еще больше урожай, на будущий год еще больше урожай. Братья и любви, и не только коммунизм, ведь потребительская сегодня цивилизация, она тоже еще больше и больше, да? Больше и больше. Больше стали бы, больше танков, больше молока. А что происходит с человеком, когда он перестает петь народные песни? Мне его жалко. Вот, то есть, мы, вот, те, кто поем, мы, конечно, не националисты какие-то, и не фашисты, что в смысле, вот, мы люди, а это не люди. Ну, все люди, да. Вот, и у всех недостатки, и у нас тоже недостатки, но мы обладаем, мы поющие люди. Ну, во-первых, я не мысли уже, чтобы я не пел. Вот. И это граневой вопрос, или ключевой вопрос. И только вчера Аня, моя жена, как на него, делала сообщение о нем. И мы назвали это. Вот есть человек, Homo sapiens, да? Человек разумный, да? Ну, без разума нельзя жить. Есть человек, играющий, там, тоже по-латыни. Люденс, да? А мы, в мире, человек поющий. Вот это очень важно тоже. Потому что я же, с самого начала, как начал заниматься покровом, я, для меня основной, это, что петь может каждый. Вот. Если уж я запел, то петь может каждый. Вот так я понял. Потом, мы сначала с детьми не занимались, но потом оказалось, что все дети, что это, очень часто, человек играющий еще должен быть. То есть человек разумный, человек играющий, человек поющий. Вот. И они, как бы, вот, равновелики, наверное, это я уже сейчас начинаю рассуждать. Наверное, на этих трех держится. Как фольклор держится на эстетическом, социальном и психологическом. Вот такое устойчивое основание. Что, на ваш взгляд, нужно, чтобы в современных условиях человека побудить, стряхнуть себе в этот вот комфорт, это состояние такое расслабленное? Все-таки песня – это усилие, правда, Жить? Да, песня – это активный физический процесс. Как же стряхнуть вот сегодня вот этого расслабленного человека и привести его к песне? Еще есть выражение у меня. Могущество, это… В общем, устное могущество, могущество устной традиции. Мы почему-то думаем, что у нас вот слово написано, цифра, буква, письменность. И это правильно. Дальше все это усовершенствуется, мы уже говорим, это все сразу печатается. Вот. А из уст в уста никто не отменял, никогда не отменит, как никто не отменит детство. Да? Ну и зрелость тоже, старость тоже никто не отменит. То есть, вот периоды человеческой жизни, никто не отменит школу, да? Вот она сейчас все более и более уродлива становится. Хотя очень есть прекрасные образцы. Вот. И как показывает практика, их почему-то все вот этот стандарт, вот этот самый, якобы ЕГЭ, вот это все, это все сюда входит. Это все не в ту сторону идет. Вот. Потому что это штучно все. И устное общение штучно. И что сделать, чтобы... Изобилия. Вот часто богословы говорят, что не завоевывай весь мир, да, а сделай рядом с собой какое-то разовое даже или маленькое, но дело, важное очень дело, да? И вот из таких маленьких важных дел и состоит. И поэтому просто собрать сто тысяч народов на каком-то стотысячном стадионе и спеть ему песни, это безделье. Вот. А в семье своей, значит, у нас есть что? У нас социология уже идет. У нас есть первичные группы и вторичные группы социальные. Вот первичные группы – это родственники, соседи, сослуживцы и сверстники. Да, вот, объединяют. Там должен быть единство мнений, там должны быть рассеянные санкции. Вот это очень хорошо уже описано. Вот. А вторичные группы – это под задачи. Я должен заработать денег. Вот. У нас кончились гастроли. До свидания. Я тебя больше не знаю. И так далее. Или есть еще... Стецологи говорят, тоже, кто я сейчас вспоминал, читал. Валентина Федоровна и Чеснокова. Есть дифференцированное общение и конкретное общение. Конкретное общение – это под задачи. У меня тебя нужно. Я тебе... Прагматически. Купил, пообщался, все. Да. Вот. Или дифференцированное. Я ценю тебя как личность. Мне важно, я получу и остальное. Но я тебя прощаю, все твои недостатки. Там, и вот, это дружба. Это вот. И я тогда очень остро переживаю разрыв стал. Вот это единство, оно очень близко. Оно вот общинно по своему характеру. И оно очень близко славянскому человеку. По-видимому, вот это наш дух, нашей песни, не очень-то на Западе все-таки привьется. Там у них продажа, там у них вот это индивидуально. Там у них гомофонно-гармоническое. То есть я солист, а у меня орган там или оркестр, или опера. Вот, оркестр меня поддерживает. Вот. Мощно. Тоже интересно. Но это вот проблема композитор, исполнитель, слушатель. Да. Вот. А у нас мы поем, я чуть-чуть всегда композитор. Мы поем, я чуть-чуть всегда исполнитель. Артист. Да. И слушатель тоже. То есть у нас все в комплексе. Может быть, это более древняя какая-то такая общинная форма. Но она позволяет мне выжить, несмотря ни на какие санкции. Казачки, казачки, не бойтесь ничего. Казачки, казачки, не бойтесь ничего. Если у нас казачки, не группа и муха. О, не большая, не большая, она вот и волновая. О, не волновая. О, не большая, она вот и волновая. Я просто вот, как бы сидя один или не один, подумал, а что у меня в жизни? Закрой, окрой глаза. Самая лучшая. Ну, какие-то там девушки какие-то были, да? Влюбленности все время, да? Вот были. Семья, семьи разные. Вот, ну, грибы собирал. Ну, еще чего-то, чего там еще? Книжки какие-то читал все. А потом, все-таки у меня песня, все-таки я записывал. Вот, и самое интересное, чего я ждал, когда наступит время, что я поеду в экспедицию, когда наступят зимние каникулы, когда наступят летние каникулы. У меня все за спиной, в рюкзаке, тяжелый рюкзак. Надо брать еще какую-то и крупу, и консервы, вот, и, это самое, одеяло, и как его класть надо, и, значит, чтобы спине было мягко, и простыня там, и разные рубашки, и так далее. Вспоминай, что в рюкзаке был. Куда я ехал, а куда? Вот, вообще туда, а куда именно? Я еще не знаю. Я знаю, что будет интересно, а что именно? То есть ситуация неопределенности, которая... Я на тему и прелестную, что называется, да? Да. Ты не знаешь, что именно у тебя же... Да, да. Знаешь, что? Я готов ко всему. Вот, что это не опасно для жизни, вот, а это увлекательно. Ну, слово интерес. Вот, и назвал это как паломничество к учителю, не просто поездка. А я туда еду не к любому человеку, хотя общаюсь, могу общаться и с кондуктором в автобусе, спрашивать у него, где у вас здесь, в каком селе станицы поют. Вот, и на остановке автобуса могу справиться, и на почту зайду, и все. Но иду-то я к мастеру, который знает, значит, как сейчас выясняется, 300 песен. Вот, и это самое интересное в моей жизни. А потом я слушаю это, потом я начинаю петь это, начинаю анализировать, начинаю что-то писать об этом, вот, учить кого-то, кому-то показывать, хвалиться, коллекционировать, вот, сравнивать. Входить в контакт с мне подобными собирателями, подбирать коллектив, с кем я поеду, вот. То есть, все вокруг этой поездки, получается, вот это главное паломничество к учителю. Вот, а здесь потом, вот, дважды два четыре, или, вот, мы говорим еще, за деревьями леса не видим. Это вот связано с тем, что мы недооцениваем, что фольклор, это слово на самом деле дурацкое, вот, и замыленное. Вот, то, что... Народ уже не занимались фольклором, они жили. Да, да, да. То есть, они само жили, то есть, не сказать, что они занимались фольклором, там, старый был. Да, 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 это, говорит, не музыка, это просто для себя, да, 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 зачем вам-то, это наше, зачем вам-то, мы-то понимаем, зачем. В общем... А какой, может быть, аналог тогда слова фольклора? То есть, это вот... Я говорю, только суть, а слова у меня пока нет, нету слова. Ну, пытаемся говорить традиции, а сейчас вот начинаем думать, что такое традиция, а традиции и культура, это как бы одно и то же. Говоришь культуру, да, культуру подразумеваешь традиции, а если традиции, как обойтись без культуры, то что мы принимаем культуру. А вот слово учебность, я почему-то педагогичность назвал, но педагогика это немножко другое. Вот, а вот вообще фольклор и фольклорное произведение, фольклорная ситуация, она всегда должна быть учебной. Сказал, а как будто ничего не сказал, да, тоже, вот что лес состоит из деревьев, я сказал, да. А мы это часто забываем, я думаю, а, ну-ка нам концертик дайте, да. А мы заплатим вам деньги, построим клуб, стулья поставим, вот. Микрофон купим, или там, ну-ка мы запишем от вас песню, а надо учить все время, чтобы обучать кого-то. Любая песня, фольклор, во-первых, всегда связан с проблемой не что петь, а как петь, вот, как. И вот, вот эта самая квантовая энергия, она как бы связана именно как это идет, вот. Как проявилась вся песня, тогда и надо, нужна ситуация. Свадебная песня себя на свадьбе проявит, а не в комнате просто, да. Я знаю, кого здесь величать сейчас. Протяжный можно здесь. Вот, строевая в строю, хоровод в хороводе, и там они будут излучать эти кванты всякие, и душа проявится, песня. Мы называем ее Жанр. Вернуть песню Жанр, вернуть песню Жанр, вернуть песню Жанр, поговорим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ